господи иисусе христе сыне божий поймал меня грешен вот брат андрей прошло два с половиной дня я вчера тебя хотел вечером записать потому что в интернете спрашивает как у нас дело идет вот человек пришел это так вот полезно знать и как дело-то идет потому что дело-то полезное и говорит вот молодой парень а этот сидит старше его а дух то насколько более бодрый то поэтому ты должен сейчас уже осмыслить два с половиной дня это много я вчера вечером хотел записать тебе а ты пошел там на исповедь или что-то но я не дождался потому что мне вставать рано я встаю где-то сегодня минут 15 2 встал или больше все печь затопил и все сегодня за день выставил за утро выставил за раз 30 кажется 4 или 35 роликов но они небольшие вопросы и ответы теперь возвращаемся к тебе вот ты пришел когда позвонил чтобы я тебя принял так было да так я сказал приезжай сразу вот и приехал мы еще делать я не теоретик повторяю не разглагольствовать игру конкретно переезжай сюда сам подумай на какие на тебя узы я накладываю машину хочешь брать с собой бери поставим она тут охраняемая у нас наружи наблюдение если даже лучше чем вот которые соседи на улице стоят они и второе значит показывать тебе кровать называю не показываю сейчас показать второй этаж там нара или как угодно называет там плацкарт как в вагоне вот что тебе надо привези просто не две навалочки а остальное я прошу и лишнего не покупай там яблоки гляжу ты начал покупать со мной советуется каждая копейка тебе дорога должна быть без не не надо это обойдемся но и остальное ты с нами будешь вставать если утром встанем в 4 40 помолимся а тебе спать охота непривычки то ложись снова такой у нас порядок ложись ты встанешь уже там в шесть сейчас поспишь достаточно но в пять у нас общая молитва в этом то суть дела все пять от уже к шести есть потому что как семьи если на работе не торопишь все равно можешь лечь вот я пожелал чтобы отец приехал с тобой он не не то что ты сгинул нигде нету вот ему как будто предложил да и он не поехал вот все открыто открыто у нас больше с батюшкой я тебе не говорил ни одного слова он не знает даже что ты находишься это я вступительное делаю это у нас вторая запись будет и думаю мы каждые два если срочно что-то даже каждый день можно записывать какие у тебя изменения потому что твое состояние апатии безразличие уныние у многих и не знают как люди быть начинают пить мало того да да глупости доходят прямо прямо с тебя руки накладывают теперь ты скажи как у тебя с этого места как ты пришел мы поговорили ты поехал и дальше этот момент начни говорить что у тебя было внешние изменения и что у тебя внутренние как ты себя чувствовал давай ну во первых что внутренние я как будто жизнь начал с нового листа и и записывать как он взял блокнот и начал ее писать жизнь совсем пошла по-другому во первых я стал слово божье учить наизусть володя паченко мне сказал записывать на такие вот картонки есть вот он не дал я стал записывать и заучивать их какие картон очки вот такие вот я не знаю как видно не будет видно показать видно поближе можно вот так ну ты была для свою покажи ты его чтобы оригинал у тебя как-то не внесно так и стирается а володя их скотчем заклеивает и у него целая пачка довольно целая пачка но я точно так же когда скажу попутно я бы выписывал ну несколько мест бывает так несколько слов а дальше знаю целый пакет из этого то и на велосипеде еду и повторил дальше у меня все перед глазами надо все время тренировать старые люди падают в разум маразм они не знают или в туалет пошел то ли на кухню доход считайте до 100 не может до 70 а иисусу молитву считает человек он не замирает у него все время мозги даже двигаться вот когда я читаю молитву ты виши наизусть все это помогает а кроме того сейчас вот ставлю как столько там 4000 с лишним вопросов и на какую папку и какой рисунок и тем более долго там бывает 17 раз надо там сдвигается вот такая вот штука на одну только на день роли где-то и потом у меня мозги все время взбалтываешь вода если течет она затыхает затухает там делается нехорошая а когда течет у тебя там это ручей и дальше ну а самое главное за который когда я раньше жил я людям как-то слово божье не рассказывал не говорил новые заветы не дарил а вот эти вот два дня я стал людям о боге говорить и дарить новые заветы это как бы меня вот это все подвинуло что надо людям сказать что-то о боге это вот это вот мне тоже очень сильно подвинула но что очень сильное еще изменение это что стал я как бы более-менее бодрствовать что стали вставать утром в 4 40 это для меня тоже стал такой подвиг как бы это же тоже рано же как встаешь это как бы лучше стало и для внутренней и для организма как бы бодрее я стал как бы тут находили находиться но и здесь как бы для меня как бы душа моя она как бы стала более-менее лучше стала не стало легче легче дышать и легче как бы жить я понял что смысл какой-то у меня появляется в этой жизни чем до этого и сейчас вот а я стал лучше как бы мне стал какой-то интерес интересы к жизни и к слову божью и как бы и к людям какой-то стал более-менее интерес видишь существует два варианта взаимоотношений одно это как у монахов все свои мысли исповедовать ему надо добежать говорить а думал о чем а другое ну другая это все что такое своей жизни то никакой и нет у него что ли это один вариант это уже обдуманное есть там на живут ни один и два человека этим путем монахи и другое другой просто мы внимательны друг другу опять же тут пасть может такую яму обвинение что ты лезешь это его личная жизнь то другое если я не молчу здесь а я к тебе-то ни разу не подошел за два дня даже и опять же безразличия вам разницы нет а уже мысль такие а нашел еще одного адепта вот гуру нашел себя послушай послушника теперь все его берет до нитки ну то есть люди вообще ни одного слова не знаю скажи я тебе как-то два дня мешал вот это никак не ты это взял от володи вот этот пошел там где-то на работе раздавал евангелия там никакой ты ко мне подошел вчера надо ли нет пищу голубям и говоришь я привезу пшеницы я сразу сказал надо но не пшеницу а отработки от пшеницы если ты пойдешь за пшеницей давай договоримся ты меня возьмешь с собой чтобы я проконтролировал я не хочу быть в тягость никого то пример что я тебе ни разу не позвонил так нет так правильно всем да и и ты ко мне ни разу не подошел а почему у меня володя есть он с тобой занимается я вижу я ложусь спать а вы сидите ты ложи я встаю вы спите а я вас молюсь в это время ночью ночная короткая молитва но то есть ты сейчас внешне даже как бы охвачен этим светом светом незримой любви божией не наше это а наша жизнь она не изменилась мы показали тебе туалет внутри комнаты за стол садимся вместе трем морковку каждое утро то есть даже у тебя и питание ты не такое сейчас идет так да так просьба сразу к этому ничего без моего ведома не покупать это меня строго за этим оси надо хлеб у нас есть картошка есть морковка есть на счет надо то рыбу там покупать будет ну то свалой договоритесь купить этом селедку или счет а тем более сейчас после николина дня 19 только в субботу и воскресенье рыбу можем но после рождества будет и не торопись уходить отсюда закрепись и и чтобы ты мог другому подсказать вот это нужно ну и дальше что у тебя были мысли какие но какие мысли так то больше ничего я как сейчас мы сели ты двигался назад от меня нет стул тебя передвигался туда нет я вижу чтобы ты не ушел с экрана но еще что в это время ты с родными знался это два дня да они видели что ты не потерялся в милицию не подадут нет нет они даже заметили в не какие-то изменения даже за два дня да да особенно мама это увидел а ты что-то я сказал лет ну да ты сказал где до сказал ты можешь нам привести сюда чтобы она побыла с нами а я уже есть я уже и сказал она сказала подумает подумает нам уже подумал ты сейчас позвони за ней съездить сегодня батюшка здесь а я с батюшкой эту тему рассказал разговаривал он сказал после рождества а он сказал с родителем что после рождества тогда у нас другое питание то все конце на 1 же 100 взять она и концерт детский готовишь на рождество но батю сказал после рождества вера 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 без веры это плохо надо чтобы вера крепкая была это главное пока мама здесь мама здоровая ты с ней поговори мама скажи своими глазами увидишь что она не будешь там кто что-то тебе сказал вот у нас люди которые поза глаза и когда приходят у них меняется на сто процентов мнения на каком они нам рассказывали игры не знаю то есть они заранее вот говорят допустим и сектанты он не доказывает ничего сектанты но а дальше теперь он все в этом гоняет его учили семинарию сектантов икон нету он приходит у нас иконы но они же сектанты но иконы есть как совместить так они ради вас повесили а так у них нет они их пожгли все теперь у сектантов нет рукоположенного епископа пришли проверять на богослужение побыли ой у них епископ приехал какой он хороший он вместе с ними пьет и есть не то что у нас там князь вышел павлиний хвост у него там три метра это наружно они сделали они епископа правды призвали но как как бы ушли они его палками гонят пока за деревья не выгонят ну то есть такое бред не угонят и а там и епископа то есть он заранее дал стектант и под слово стектант он загоняет ну ты выбросьте выдуманное слово то и тогда открытыми глазами увидишь а знаешь у них если человек толстый как они его в погреб сажает бетонный бункер называется ли и он сидит там день два три потом поднимает на весы если вещи опять сажают и приехали суда играть нового теряю куда с московского комсомольца одна алтая и спорта где у вас бункер то но я пошел показывать в лагере где мы подземно молились нет а где от полноты лещите игры не знаю да как пишут газеты ну туда вопрос задать не к нам у нас есть такие что вдоль и поперек я никогда не думал что у нас в общине будут такие люди пышные но еще не сделаешь говори она все его да еще не если бы бункер сажались тебе бы сошло это кубышкой вот ты реально не то что ты а увидел все как есть и мама чтобы увидела и не имела внутреннего сомнения что ее сыну кроме тебя еще где у нее дети есть да еще брат еще брат а брат где ну с родителями живет с ними да сколько ему лет 15 ты его можешь тоже пригласить здесь будет очень интересно на рождество он побудет увидит и вот обязательно мама вместе с сыном договорились они тут побудут и на богослужение тем более на рождество в храм идут верующие неверующие будете но еще что у тебя чем бы ты хотел с людьми поделиться ну самое главное это что у человека должно быть общение с братьями одно из самых главных чтобы они тебе как бы давали путь в наставление говорили о боге как идти куда идти зачем идти надо тебе это не надо тебе это это вот самое главное еще вот это общение так и ты твердо держи слово за тобой было такое пообещал и нету я звоню раз другой третий договаривались поехать тогда было еще когда мы ездили нету сергею звоню ты его город протеже нету нету и так и нету нигде сказал записал все я обязан выполнить если бывает невозможно сразу позвоните сказать односторонний не расторгай договор иначе тебе будет нехорошая молва чуть не по тебе тебя и нету нигде никак стоит цель я молюсь прошу друзей помочь и дальше я делаю вот так значит внутри у тебя раскаяния нет что пришел сюда у нас живешь не жалеешь нет наоборот наоборот тут как я пришел сюда то какой-то как сказать как другой мир попал я из-за другого одного мира в другой мир и здесь как бы совсем все по-другому это как бы словами это не передать и так могу сказать это надо человек как а там кому вот просто на себе это испытывать так скажу вот когда начинается у нас собрание ты телефон в руки не бери ты там уткнешься за столом сидишь я тебе не рад только так скажу по смахну рукой слушать и что-то вроде отвлекся и опять туда асап это дело к телефону не прикасайся не бери его в руки только по случаю позвонить или ответить и сам смотри нужен тебе такой телефон или нет его я вот не звоню ни разу ни разу два месяца прошло позвонил один раз когда застряли где-то и нужно было вытаскивать мне надо было мчс звонить и то другое а зачем кому надо меня найдет я вообще не звоню и что интересно у людей убывают деньги с телефона у меня прибывают вот я начал у меня 300 рублей было я начинаю с нового года сейчас уже 10 тысяч тысяч люди подбрасывают теперь я телефон отдаю у кого дети есть они мне снимают и возвращают рублей 300 оставляют иногда в год два раза дают телефон чтобы его меня чаще всего уменьшили и и когда кто-то звонит я смотрю отвечать или нет незнакомый телефон посмотрю что чего бывает нападают а бывает пакости сам никогда не звони незнакомым деньги сразу снимают все это надо так будет так вопрос еще мне есть давай я вчера с батюшкой разговаривал же такое как будто вчера в субботу 21 декабря в 21 числа да надо ли мне уйти учиться на батюшку у нас вчера был с ним такой разговор он как бы ну и как он подталкивать тебя когда он согласился что это надо ему и что его заменить что он уже подходит время его ему тяжело и вот этот вопрос я должен вам задать надо мне а он говорил что ты мне сказал он это не говорил и говорил так для себя не для того чтобы что ты был бы священником я категорически против ты совершенно не готов к этому не готов и в тебе этого нету священник должен быть такое чтобы видно было что все его касается вот сказать а вы знаете такой чтобы он был я могу фигуры священника звук слепить во первых в общине должен быть открытым это вот на берсеневка около храма христа спасителя москве рядом прям здесь храм никола на берсеневке называется отец кирилл сахаров вот есть у него такой-то которых я знаю священника близко отец на ум мой крестник в тбилиси борщуков на ум израильевич вот которых я знаю конечно пероще сказал бы наш батюшка кроткий смиренный но он все держит на контроле везде помочь где первую очередь так надо она вот я назвала где-то ночь чего-то может указать каждый чем-то дополнил бы другого вот я заметил отца кирилла висят надписи я дружу в одном месте надписи из писания появились потому что им говорила и вижу в одну на одной бумажке на этот печатано ошибка в другом я сказал ему он говорит отсюда и гнатий сделал вывод что мы не занимаемся писанием потому что во сколько тут приходит обедать столовой и ни один не сказал что неправильно написано убрать заменить то есть он мгновенно реагирует я такой приезжай к нему сразу меня переодевает стихарь я уже на на кафедре проповедую везде по интернету даст воскресенье приехал к нам проповедник такой со мной в посольство пошел великобритании то есть он от реагирует он член союза писателей а тесно он точно та же я только в тбилиси вошел храм вот уже меня болтать сходу я едва на ногах стою еще потерпишь это уже мне переводчика дает я выхожу начинаю проповедь говорить и все снимается никогда нигде не скажут не надо снимать этого нет а у батюшки это есть у нашего он он не имеет интернета он не знает и я говорю ты вот не знаешь какая польза сколько крестили прошлом году там 10 12 все пришли через интернет иначе ты бы не крестил никого у тебя другая обязанность но ты не препятствуй я знаю что вот это необходимо сегодня я подойду к нему он ну прямо его корежит когда снимает я говорю прижал михаил масленников здесь у нас был из патриархии снимать и он говорит я снимал там где патриарх служит алексей второй когда был в алтаре освещение ки такие же как наш батюшка начинает еще тут 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 служба идет он под ногами стороне стоит патриарх алексей увидел это юрид не трожьте это наша история она потом кому нужно будет и все больше все это патриарх сказал и он у нас было везде снимал у нас потеряем и мы сразу предупреждаем кто приезжает снимать можете везде на фото видео аудио писать что понимаете как потому что это опыт неповторимый то что мы делаем не община нет такое не деревенской не здесь священники приезжают у нас правила какие фотографируют снимает я в себя в виду это игры не торопись ты десятину в виде сначала что платили десятину заходов с пенсии тогда не надо торговли у нас торговли нету с тарелкой не ходят у нас вообще нету свечи ставить не ставить чисто восковые запрещает от которой мерзкие там в церкви ставят кто где-то купил на тебя сам выливаю у меня пасека и не разрешают ставить сегодня мне такой вопрос я говорю станет это молись без свечки это не означает то что едино поперек он хозяин священник священник он ему деньги нужны он чтобы его свечки покупали со свечки на 2000 процентов доход как с крестиков идет я попутно все вкладываю это учиться можно пойти можно учиться не меньше чем на пятерку у нас пошли учиться трое или даже четверо и ни одного нету все кончилось ни один до конца не дошел один женился уехал другую страну другой тоже куда-то уехал непонятно еще сдавал уже три курсы кажется и и так и не нету ни один ну пойти можно то есть они против но священником категорически против в тебе нету процента того каким должен быть священник то есть ты сразу в нем еще падаешь и тебе об этом думать же не надо огонь любви когда господь его ждет духом святым я знал священника небольшого роста маленький такой но до того он боевой он везде успевает и правильно воспринимает как есть о нем здесь ролик поставили как он там с матушкой он приезжал в лагерь со своими ребятишками отец арсений сын у него есть вот спортивный такой везде все помогал мне интервью давал там где он был приезжали корреспонденты но потом он уехал оттуда на лесосибирске был огромный храм построил ученик отца геннадия фаста вот откуда набираются вот быть похожим на царь геннадия фаста ты еще не сказал так вот пример с какой братья это я активный везде ну и конечно такой грамоты как у него не достичь во первых преподаватель томского университета был физик математик когда пришел от менонитов в православие здесь принял полно погружение крещения от отца александра пивоварова не просто так дальше заканчивать семинарию духовную академию магистр богословия доктор богословия то есть таких я не знаю во всем православие ну и как он с народом близок вот это надо но и они там его корежат тоже все везде гоняют его и вывод такой пойти можно но смотри они тут изучают идолов изучают народности горного алтая зачем они нужны они век не нужны да и дал поклонники все одно слово а тут в виде витя у нас учился и завать экзамены надо тебе будут навешивать и там идолы нарисовано то другое то есть знать чем живут эти народы чтобы им дать опровергать а этого и не надо совсем вообще не надо ты христа проповедуй я вот разговариваю с мусульманом у меня три слова табу аллах коран мухаммад я не буду это ваша вера но я считаю евангелие я верующий вы не топчитесь на моей библии я вас не трогаю на вашем на вашей книге которая для вас священная нет общуюсь я не хочу опровергать я беру для меня достаточно 5 сура 47 66 68 а я все там о нас говорится люди писания у нас и жил это евангелие дано по нему поступаем все а я считаю согласно того что я считаю вы сами определить где вы будете другого имени кроме иисуса христа для спасения нет за грехи людей умирал христос у вас кто-то умирал вы сами смотрите евангелие моё для всех написано и кто будет говорить не то что в евангелии монопима проклятие галатом 189 я считаю а ты понимаешь тебя касается или нет но почему вы думаете что у нас все проклято и там наш пророк проклятый я не говорил эту счету взял я считаю евангелие библию то есть они понимают что речь идет о них нет другого имени под небом которым надлежало бы спастись деяние 412 336 верующий в сына божия имеет жизнь вечную не верующий не увидит жизнь но гнев божий пребывает на нем он же понимает он не верит и пришедший кто не исповедует христа пришедшего во плоти есть антихрист дух антихриста если вы не исповедуете а вы говорите он не умер это дух антихриста и вы антихриста они это понимают я им не говорю ничего а зачем я проповеду евангелие мне не дано убеждать и вас поведут арестует для свидетельства не для обращения я говорила в себя брошено я молился плакал а как уж бог возрастет зато возраст не я не бог тебе не поможет если ты себе не поможешь ты я все к тебе как бы накладываю на твое отношение так у тебя желания нет сбежать отсюда нет если у тебя такое появится желание ты заранее скажи дня за два за три хотя я отвлекусь от всего лично тебе буду говорить заниматься пока мне нищим говорить у меня помощника хватает так ты какую-то связь близкую такой имеешь с игорем добуновым поближе познакомься с ним он грубый говорят о другое а ты на это не смотри он очень много знает и ревностный как раз то чего не хватает тебе как-то сегодня ты все говорим уж теперь на занятия воскресенье у нас здесь и ты увидишь как он будет и кое-где вопрос задай а мало того подними руку и скажи а можно я тут скажу и что-то там где-то ты должен войти ты в общине как тебя будто бы и нету но я к тебе ни разу нигде по пустякам не обращался машина нужна ты сразу вот я говорю сахару нет там чего-то ты сразу пошел купил за свои деньги ну для лагеря но на этом таймы питаемся вопросов никаких ты знаешь вопросов нет это только два варианта один все знаю еще мне спрашивать не меньше тебя знаю а второй еще не знаю даже вопрос задать не умеет какой вариант тебе подходит и бери его володя ну-ка иди сюда садись на мое место какие-то вопросы ему задай там или счет а счеты так садись на табуретку я посмотрю тебя видать нет ну давайте так я послушаю как вы сошлись вместе ну да оба спокойно и кое-что я переживал тоже свое время так что я понимаю только у меня единственно один из таких вопросов погромче говорю чтоб слышно было ты когда приходил приходил пришел в общину то у тебя станет а какое было именно то есть я считал что ты уже верующим тоже к крещению потом подошел вот сейчас вот я было падение а до этого у тебя как оно было тоже игорь добунов говорит что раньше тягет на занятиях там университете видел тебя глаза все время блестели то есть ты горел этим ну да как было конечно когда он говорил он говорил что андрея у него всегда такое лицо то восторженно такое было всегда на занятиях ну даешь на занятиях же ходил конечно искусственно это не создашь когда внутри будет он не удержит это будет проявляться как говорят буддисты аура игры своя вот я ему и вечером мы сидели я ему посоветовал для того чтобы с тобой был господь чтобы с тобой была благодать божия дух святой ты должен всюду везде себя оградить божественным то есть изучение слова божия молитва потом проповедь евангелия людям но для этого надо конечно изучать слово божие чтоб ты не от своими словами а именно это который дух святой говорится нас научает изучены словами от духа святого то есть заучивать места писания вот у меня взял стихотворение никитина вот это новый завет ему понравилось он для себя взял какие-то заучивать надо все эти стихи научить так слушай он он учитель твой так ну ка я признаю видно это или не будет будет сразу не войдет вот так вот ладно значит и тобой не я занимаюсь я просто рядом присутствую вот он твой по возрасту близки друг другу тут и но и так понятно если не надо вы обратитесь ко мне еще буду лезть это пускай учатся работать с людьми правильный самый поступок твой был самый хороший то что ты мне позвонил и сказал могу ли я тебя принять вот это я ничего не знал еще я подумал что же может у него быть такое в грех впал в какой-то спросил ты случайно то-то и то-то не делал ты говоришь нет я тебя еще взял то это ты работаешь с людьми там и женщины все нет ну тогда не знаю мне не открыто тебе но я вижу по лесу то он какой-то потерянных таком состоянии люди легко на себя петлю надевают вот такой вот когда ему все равно зачем жить тогда еще нету вот так руки крылья опущены но это не желез я по голубям знаю если крылья опустил отдавай его кошкам и так будьте поближе друг другу вы вместе встаете и вместе на разложитесь а я раньше вложусь и раньше встаю поэтому я могу общение с тобой иметь только через свою молитву вы оба здесь а первым делом молюсь о вас ну а дальше остальное тут все у нас есть так питание что тебе не хватает тут все хватает хватает так пища наша тебе подходит желудок перерабатывать у нас лишь бывает сухари где-то у нас все чистое мы ну нет там за умное покупает где-то консервировано у нас все ну свое тыква распалили в печке вот свекла там ну все абсолютно свое насчет вопросов нет я все закрываю лавочку эту это у нас вторая встреча мы его усилим сегодня вечером еще раз запишем твои мнения когда пойдут на благовестие ты с ними иди теперь работают наши в чат рулетки каждого воскресенья а я хотел спросить а у тебя планшет думали еще есть ноутбук ноутбук а ты он привезнет привезу о привези ты воскресенье в 4 мы встречаемся я даю наставление а ты перейдешь я не знаю володя куда ты его посадишься а это пойдет у него что и а ты пойдешь туда да а уметь учат рулетка и все турни это он здесь тоже не сможет потому что у вас очень громкий голос вы перебиваете ну да него же для вас тихушки ну все ладно я отхожу мне никиту надо ставить